Добрый вечер! Продолжаем изучать книгу «Воикра» Недельный раздел «Хараймот» Конкретно мы находимся в начале 18 главы 18 глава книги «Воикра» – глава достаточно известная Хотя бы тем, что ее целиком зачитывают Во время чтения Туры в Йом-Кипур Начинается она так, и говорил Бог, обращаясь к Муше Скажите нам, Израиля, я Бог ваш По обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте По обычаям страны Кнаан, в которую я веду вас, не поступайте По уставам их не ходите Мои законы исполняйте, мои уставы соблюдайте Чтобы ходить по ним, я Бог ваш Соблюдайте же мои уставы и мои законы И дальше Что же этот закон? Никто, ни к кому из единокровных родственников не приближайтесь Чтобы открыть наготу, я Бог Наготы твоего отца и наготы твоей матери не открывай Ведь это твоя мать, не открывай наготы ее Иными словами идет подробное-подробное перечисление запрещенных, что называется, орает, запрещенных сексуальных связей Прежде всего перечислены здесь ближние родственники То есть запрет инцеста Отец и мать И дочь И сын Наготы своей сестры и дочери твоего отца Или дочери твоей матери Рожденной в доме не открывай Наготы дочери сына твоего Или дочери твоей дочери не открывай Запрет В близости с внуками Наготы сестры твоего отца не открывай Она единокровная твоему отцу Запрет тетки Наготы невестки твоей не открывай Она жена твоего сына, не открывай Наготы Запрет Невестки Наготы жены брата твоего не открывай Все это нагота брата твоего Наготы жены его дочери не открывай Запрет жениться одновременно на матери и ее дочери, и так далее, и так далее. И заканчивается все это. Вы же соблюдайте мои уставы и мои законы, и не делайте ничего из этих мерзостей ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас. И во все эти мерзости делали люди этой страны, то есть страны Кнаан, в которую еврейский народ направляется. Бывшие до вас и осквернилась страна, и чтобы не искторгла вас страна, когда вы оскверните ее, как она искторгла на народ, бывший до вас, то есть бывший до вас народ запятнал себя подобными запрещенными связями, и кончилось это для них плохо. Всевышний устроил так, что земля, на которой они жили, исторгла их, но это не значит, что по отношению к евреям будет другое отношение. И если они запятнают себя теми же самыми грехами, с ними произойдет то же самое, никакого лицеприятия здесь нет. Ибо всякий, кто сделает какую-либо из этих мерзостей, то души, делающих это, будут отогнуты из среды народа. Соблюдайте же эти мои предостережения, чтобы не поступать по тем гнусным обычаям, которые совершались прежде вас, чтобы не осквернилась имя земля, я Бог ваш. И этими словами заканчивается недельный раздел Ахареймот. Так, в самом начале, перед тем, как причисляются запрещенные связи, Тора говорит, мои уставы исполняйте, мои законы соблюдайте. Хукейм у мишпатим. Вечно, это пара понятий, когда разговор идет о заповедях Торы, то принято их, это не просто принято, это прежде всего сам текст Торы разделяет их на хукейм у мишпатим. Понятно, что это не тавтология, должна быть разница между хукейм и мишпатим. Раши говорит, что такое законы, мои законы исполняйте, имеется в виду. Это те заповеди, о которых можно сказать, что даже если бы они не были бы изложены в Торе, то есть не были бы даны Богом, то их следовало бы установить, руководствуясь прежде всего здравым смыслом и природным стремлением человека к нравственности. Раши не перечислил, какие имеются в виду. Это мишпатим. Хукейм, наоборот. Хукейм – это те законы, которые, если бы они в Торе даны бы не были, то вряд ли кто-нибудь бы додумался, и даже если додумался, вряд ли кто-нибудь бы предложил установить подобного рода законы и правила жизни. А в мишнаитском источнике, из которого Раши черпает это разделение между хукейм и мишпатим, условно переводим на русский язык, это уставы, законы, законы, уставы. Там даются примеры. Итак, законы, которые написаны в Торе, это мишпатим, но даже такие, что если бы они не были бы написаны, то их следовало бы написать, руководствуясь здравым смыслом. Это запреты, воровства. Каждый понимает, что даже если бы в законах Торы не было бы сказано о том, что нельзя воровать, то, скорее всего, человеческое общество само добровольно приняло бы на себя этот запрет воровства. Блуда, идолопоклонство, кровопролитие, запрет убийства, а также запрет проклинать имя Бога. То есть это вещи, которые понятны здравым смыслом, обычно принято говорить, что это вещи рационально понятны, в отличие от Хуким, рационально непонятные законы. Хочу только подчеркнуть, когда мы говорим о Хуким, о том, что эти законы непонятны, это не значит, что у них нет очевидной рациональной причины. Причины, то есть ценность и смысл заключены в каждой заповеди. Но это не значит, что мы этот смысл познаем. Более того, скажем это еще точнее. Есть, межпатим, те заповеди, смысл которых нам понятен, так мы говорим. Что значит смысл понятен? Нам понятна цель, ради которой Всевышний повелел эти заповеди в Торе? Конечно, нет. Об этом мы и не думаем. Для какой цели дана эта заповедь? Я не знаю. Я могу только сказать, что коли она дана, то я своим разумом вполне понимаю, какое благо приходит в мир и какая польза есть от этой заповеди в мире. Но не больше того. Что же касается Хуким, заповеди таких, как запрет запрет мяса свинины, запрет шатне, запрет носить одежду, которая соткана из шерсти и льна и тому подобное. Вещи пара, дума, рыжая корова и так далее, и так далее, и так далее. Все эти вещи я после того, как они даны, я не понимаю своим разумом, какая польза приходит от этих заповедей. Вот в чем разница. А не то, что здесь есть смысл, а в тех заповедях нет смысла. Вроде смысла в них нет, главное же, они даны тебе Богом для того, чтобы ты в них упражнялся и не больше того. В коем случае. Что касается смысла, то смысл заповедей, точнее цель, ради которой дана эта заповедь, это вещь непостижимая как по отношению к Мешпатин, так и по отношению к Хукиме. Никакой разницы здесь между ними нет. Разница, она только в одном. Поскольку эти заповеди уже даны, то в одних заповедях их польза нам кажется вполне понятной, а в других заповедях польза нам непонятна. Ну вот, что касается конкретного разделения, где проходит вот эта вот грань между Хукимем и между Мешпатин, что мы воспринимаем как вещи понятные и такие, как это говорит Раши, что даже если бы они не были даны в Торе, то, скорее всего, следовало бы их принять добровольно, то вот здесь есть некоторая неясность. В Тора, откроем, то, что мы видели, Мешноидский источник Раши, там, например, блуд, то есть сексуальные нарушения, это было включено в понятные разумы запреты. А теперь посмотрим еще один митраж. Что такое Хуким, в отличие от Мешпатин, от рационально понятных законов, это положения, которые, по сути, являются приказами царя. И смысл их от человека ускользает. А ей царара, то есть побуждение нехорошего человека, всегда имеют возражения против такого рода митража. Для чего нам их соблюдать? В чем смысл-то? В чем идея? Да и народы мира выдвигают против них возражения. Так, например, это касается запрета ей свинину, носить одежду из шерсти и льна, а также, что касается парадума, то есть очищения при помощи пепла красной коровы. Поэтому и сказано, я Бог, который дал вам приказ, и ты не вправе уклониться от него. И еще один митраж, это уже сифра, в котором приводится такое интересное выражение. Сказал Рабель Азарбе Назалью. Откуда мы знаем, что неправильная позиция человека, который говорит, мне просто противна свинина? Или я чувствую отвращение, в результате которого не способен вступить в запретную половую связь? Неправильно так говорить. Это неправильная позиция. А какая правильная? Человек должен сказать так. Я вполне способен на это. Что касается свинины, свиной колбасы или ветчины, я бы, если бы меня спросили, я бы с удовольствием. Только что делать, если Отец Небесный мне ее запретил? Рабель Азарбе Назалья говорит, это про хукин, не про мишпатию. По поводу рационально понятных законов, то есть, скажем, заповедь почитания родителей. Нет такого требования, что человек должен сказать, что я бы вообще-то своих родителей, я их ни в грош не ставлю и не ценю, и по мне так они... Ну, что же делать? Бог приказал их уважать и почитать, и заботиться о них. Вот я и делаю. Это неправильный подход. Здесь, в этой области, безусловно, человек должен стремиться к тому, чтобы ему хотелось исполнять эти заповеди, чтобы эти заповеди, чтобы ему хотелось любить тех людей, которых Тора повелела любить, чтобы ему хотелось, чтобы он чувствовал уважение по отношению к тем людям, которых Тора приказывает уважать. Но что касается хукин, законов, которые в основном ограничивают физическую жизнь человека, вот здесь Рабель Азарбе Назарин настаивает, это хукин, это непонятные нам запреты, в которых мы, после того, как они даны, мы не знаем, какой целью они даны, но и после того, как они даны, мы не видим в них никакого объяснения и нужно воспринимать это как приказ целя. Так, к поводу свинины, чтобы не сказал человек, мне противно это свиное мясо, фу, гадость какая, а правильный подход совершенно другой, чем-то мясо хуже, чем любое другое мясо. Только что, кто запретил? Ну вот интересно, что здесь, Рабель Азарбе Назарин включает и орает, то есть запрещенные связи, чтобы человек не сказал, что я не способен вступить в запрещенную связь. А как нужно сказать, я так и способен, я должен что делать, Бог запретил. то есть вещь совершенно иррациональная, но в другом источнике, который в самом начале урока мы прочитали, там блуд воспринимается как вещь как раз понятна. Это законы, которые, если бы не были даны, не были бы написаны в Торе, то следовало бы их принять, как, например, запрет на воровство, блуд, идолпоклонство, убийство и так далее. Так что ж такое райот? Что ж такое эта область, которая описана здесь в 18 главе книги Ваикра? Это Хуким или это Мишпатим? Быть может, противоречие нам удастся устранить следующим образом. Когда говорится о блуде, имеется в виду запрещенная связь с чужой женой. Эта вещь, безусловно, рационально понятна. Это тоже один из строгих запретов, который здесь перечислен, в отличие от остальных, в которых речь идет о близких родственниках. Что касается близких родственников, то там как раз непонятно почему. А вот запрет чужой жены, он очевиден, ясен и понятен. Другие говорят, что в принципе и запрет связи с близкими родственниками, он тоже сам по себе быть может, отнесен к, принцип может быть, отнесен к Мишпатим, к понятным законам, но вот уже точная грань, какие именно родственники запрещены, а какие родственники разрешены, вот эта вещь, которая уже нам непонятна, и принимать ее следует как кзира, как царский указ, который следует исполнять, а не обсуждать. А вот теперь посмотрим, как объясняет, что пишет по поводу запрета физической близости с родственниками Рамбан в своем комментарии к этому отрывку. С точки зрения Торы физическая близость оправдана только продолжением рода. То есть, если я понимаю правильно то, что здесь написано, с точки зрения Торы единственная приемлемая цель физической близости мужчины и женщины это деторождение. Поэтому Тора запрещает такую близость, от которой не будет жизнеспособного и удачного плода. Иными словами, почему, как мы это понимаем, снова еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, что мы пытаемся сказать, что мы знаем с какой целью Тора дала ту или иную заповедь. Нет. Мы только после того, как она дана, постфактум, мы пытаемся ее осмыслить. Ну вот, в результате этого осмысления, говорит Рамбан, вот вам предлагаемое объяснение. С точки зрения Торы физическая близость, не приводящая к рождению детей, это вещь неприемлемая. Если же мы смотрим на близость с родственниками, то на своем печальном опыте человечество знает, что такого рода связь приводит к рождению неполноценных, а часто совсем уже нежизнеспособных детей. Мы знаем в результате различных генетических нарушений. Поэтому и сказано «Никто никому из единокровных родственников не приближайтесь». То есть причина здесь в чем? Прежде всего в единокровности, в том, что здесь происходит физическая близость близких родственников. Поэтому и написано это несколько раз Тора подчеркивает, что это кровосмешение. Кровосмешение именно словами близость родственников. И это разврат. Поскольку такая женитьба и такая близость не дадут полноценного плода, тогда в чем цель тогда этой близости людей, из которой не может выйти полноценное потомство? Стало быть, это только разврат и удовлетворение своих влечений больше ничего. Так пристремляют. Значит, тем самым мы получили объяснение. как можно объяснить рационально подчеркиваю, как рационально можно объяснить запрет на физическую близость с родственниками. и основа объяснения ромбана в том, что с точки зрения Торы единственная оправданная цель физической близости это продолжение рода. Дело в том, что в другом более это так пишет коротко Ромбан в своем комментарии Эктория здесь. Следует ли понимать его слова буквально? Посмотрим, что пишет сам Ромбан в куда более подробном тексте в его очень известном послании называется Игерет Акодиш послание о святости которое целиком посвящено мировоззрению Торы на в области именно физической близости. Соромбан пишет там знай что с этим мужчиной с его женой свято и чисто при условии что оно совершается достойно и в подобающее время. То есть в тот момент, когда соблюдены необходимые условия для этого, тогда физическая близость мужа и жены это не просто вещь разрешенная желан это вещь святая. Это вещь святая. Не следует полагать что в достойном Саитии было бы что-нибудь непристойно или уродливо не дай Бог. Потому что Саития ведь недаром называется познанием. Как сказано и познал Элькана свою жену хану. Отдельный вопрос почему Рамбан идет так далеко и познал Элькана свою жену хану из книги Шмуэля. Ведь на самом деле в самом начале книги Берешит в самом начале Тори написано Вайда Адам Эдхава и что? И познал Адам свою жену хану. Это не означает что он с ней познакомился потому что он сказал здрасте мне зовут Адам а вас как? Речь идет о Саитии. Почему Рамбан об этом пишет? Он тут же отвечает на наш вопрос все иначе нежели утверждал или полагал Раби Моше благословенно его память в книге путеводитель растерянных когда он восхвалял Аристотеля говоря что чувство осознания что чувство осязания простите позор для нас вот в чем дело Рамбан написал вот это свое послание полемизируя с одной из глав книги Муре Анивухим путеводитель заблудших путеводитель растерянных которую написал Рамбан известно что во многих вопросах в этой книге Рамбан озвучивает позицию Аристотеля не всегда он с ней согласен иногда он ее цитирует и полемизирует иногда не полемизирует а иногда и восхваляет ее среди прочего Рамбан приводит там слова Аристотеля о том как это как это он пишет в оригинале хушамишуш херпау лану чувство осязания это позор для нас то есть человек который способен на интеллектуальную деятельность человек который способен жить интеллектуальными и духовными ценностями если человек что касается его физической деятельности тех удовольствий которые он получает при помощи чувства осязания то эта область для человека она позорна ведь она ведь на этом уровне когда человек действует он действует как животное у животного нет интеллекта у животного нет духовности вот здесь человек проявляет себя как человек а когда он опускается на нижние этажи человеческого существования то это для него позорная деятельность может быть без нее не получается но так или иначе отношение к этому как Аристоте дело упаси Бог обстоит совсем не так ибо если бы он верил что мир обновился намеренно не говорю бы так тот грех Рамбан здесь связывает это отдельная тема каким образом Рамбан это связал Рамбан связывает здесь вот это вот с его стороны совершенно ошибочное отношение вот заблуждение в области отношения к физической близости Рамбан связывает это с другим великим заблуждением Аристотеля а именно непризнанием сотворения мира из ничего в области одного из важнейших философских вопросов о происхождении вещей о том откуда все взялось Аристотель рассматривал и возможность того что мир существует всегда и никогда не возникал либо вопрос либо возможность возникновения мира но никогда и ни при каких условиях Аристотель не принимал возможности того как евреи воспринимают сотворение мира а именно акт намеренного творения по воле того кто вне мира который создал этот мир из ничего возникновение мира может диктоваться определенными законами оно может предъявляться сутью вещей сутью природы и так далее но не волей кого-то кто создал мир из ничего Рамбан говорит что эти две ошибки эти два заблуждения связаны друг с другом это отдельный вопрос какую связь он здесь видит каким образом ошибка в области мироздания приводит к ошибке в отношении к физической жизни физической близости человека но пока оставим этот вопрос в стороне иными словами пока что Рамбан атакует позиции Аристотеля и заодно Рамбан о которой озвучил их в Мурене Вухину но мы потомки обладателей святой Торы так обычно когда Рамбан вступает в полемику с Аристотелем да и многие после него подчеркивали это не то что мы себя считаем умнее чем Аристотеля дело не в этом просто мы потомки тех кто получили Тору на горе Синай и нам вещи известны не потому что мы умные не потому что мы окончили два института не потому что мы додумались до всего своим умом а потому что нам истина была дана и раскрыта на горе Синай у нас эта истина есть по традиции так вот мы потомки обладателей святой Торы верим что Бог кто творил все мудро и не создал ничего мерзкого и уродливого ага вот здесь начинается начинает проясняться связь ошибки Аристотеля в его понимании мироздания и его ошибки в отношении к половой жизни человека ведь если бы Аристотель принял самый первый самый первый тезис о том что мир создан великим и абсолютно совершенным создателем по воле его и по его желанию то понятно что создатель создал все самым наилучшим самым замечательным образом и в мире нет ничего что о чем можно было бы сказать что оно лишнее ненужное позорное и недостойное мы верим что Бог сотворил все мудро и не создал ничего мерзкого или уродливого так как же можно сказать что соити это мерзость и что органы предназначены для совокупления это нечто позорное для человека ведь не появились же они сами в результате эволюции амебы или еще кого-нибудь ведь Бог создал их и наши мудрецы сказали в метражку Эли что Всевышний и его Бей Дин и его суд вот редакционная коллегия по созданию мира определили назначение для каждого члена тела каждый орган поставили на свое место и если органы предназначены для совокупления мерзость как это понял Аристоте то получается что Всевышний создал нечто порочное позорное или ущербное как это говорит Талмуд в трактате Таанит один из мудрецов шел по берегу моря и навстречу ему шел уродливый человек мудрец от неожиданности когда тот его поприветствовал спросил у вас у вас в городе все такие красавцы конечно тот человек обиделся мудрец спросил у него прощения а обиженный урод сказал не прощу тебя пока ты не пойдешь к тому гончару который создал такой уродливый сосуд этими словами ведь мир то создан совершенно совершенным творцом может быть что у него что то не получилось может быть что то он сделал плохо неправильно все он сделал самым лучшим образом я не всегда понимаю зачем эта вещь я не всегда знаю для чего существует в природе такая вещь например если бы меня спросили как лучше создавать мир я бы предпочел чтобы мир был создан без комаров например но меня не спросили а для чего это не существует существует это самый самый наилучший вариант мира который существует точно так же и здесь если только представить что органы предназначенные для своего купления они по сути своей мерзость что то что отождествляется темной частью жизни человека некоторая такая сточная канава человеческого существования то получается что Всевышний создал что то порочное позорное ущербное таким образом оказалось бы что его действия несовершенны а может быть да но ведь глава пророков то есть Моше возглашает то есть он твердыня и деяния его совершенны кроме того сказано и увидел Бог все что он сделал как завершает Тора сам рассказ о створении мира и увидел Бог все что он сделал и вот очень хорошо не просто хорошо а очень хорошо остановимся здесь на минутку то что утверждал Рамбом в Мурене-Бухин со слов Аристотеля что поскольку вся вот эта вот область физической близости мужчины и женщины она вещь позорная и она вещь нежелательная то поэтому Тора постаралась уменьшить сократить всю эту сексуальную деятельность человека до до минимума каким образом тем что она запретила физическую близость с близкими родственниками почему потому что близкие родственницы это те которые прежде всего окружают человека и если бы это было разрешено то контакт с ними был бы самым частым и самым близким самым достигаемым поэтому для того чтобы достигнуть этой цели а именно сокращение сексуальной активности человека для этого для этой цели Тора и запретила контакт с близкими родственниками так объясняет Рамба в Мурене в Ухим причину запрета единокровных родственников также и нужно сказать не только Рамба со слов Христотеля но и Ибнезра тоже что писал что поскольку Ейцер заставляет человека вести себя подобно животному то с одной стороны невозможно дать запрет относительно всех женщин поэтому Тора распространила этот запрет лишь на тех кто постоянно находится с ним это объяснение Рамбама и Ибнезра сам Рамбам не принял их никоим образом возражение его может быть зочитаем это объяснение является весьма слабым было бы необоснованно налагать тяжелейшие наказания за связь с теми женщинами которые всегда находятся рядом с человеком в то время как Тора разрешает взять сотню или даже тысячу жен неужели же неужели хуже этого взять в жены лишь свою дочь разрешенную сыновьем Ноаха или двух сестер подобно нашему прадцу Якову к примеру говорит Рамбам предположим мы примем точку зрения Рамбама что Тора хочет что Тора зримится к тому чтобы человек меньше был занят сексуальной жизнью для этого она запрещает физический контакт с близким родственником Гарем в тысячу жены наложниц пожалуйста можно А можно ли жениться на двух сестрах подобно тому как Яков женился на двух сестрах Лея и Рахель Нет вот это нельзя вот это ни в коем случае А каким образом достигается если цель этих запретов в том чтобы ограничить сексуальную активность человека то каким образом достигается эта цель больше тем что Тора с одной стороны не разрешает жениться на собственной сестре или на двух сестрах а с другой стороны разрешает жениться на тех которые не родственники будь их тысяча все же наоборот Более того нет ничего более подходящего для устроения брака чем отдать свою дочь в жены своему собственному сыну все очень хорошо вся семья не нужно искать шедух для своей дочери все вот сын вот дочка они родились в этой семье они между собой поженятся кстати не нужно будет делить и наследство они унаследуют все имущество родителей замечательно в чем что здесь плохого стало быть объяснение Рамбама таким образом отвергается а в чем тогда объяснение Рамбам дал свое объяснение поскольку как мы сказали Тора видит цель физической близости мужа и жены в деторождении поэтому любые браки которые не приводят к жизнеспособному здоровому плоду они исключены это то что мы видели в комментарии Рамбама а сейчас мы читаем его послание Герет Акодыш в котором он атакует прежде всего основу взгляда Рамбама а именно отношение к физической близости мужа и жены как к чему-то позорному низкому недостойному человеку который желательно было бы вообще избежать или по крайней мере довести до минимума продолжает Рамбам дело в том что от Всевышнего не исходит ничего мерзкого или порочного он создал мужчину и женщину и все их органы определил свойства каждого из них но ничего постыдного в них нет самое яркое свидетельство продолжает Рамбам мы находим в истории сотворения мира что там было сказано и были оба они ноги Адам и его жена и не стыдились как так не стыдились если человек ходит без одежды то как же ему не стыдно может быть они были совсем может они совсем не понимали конечно нет настолько был Адам мудр что он дал название всем животным а почему же тогда не стыдились это было прежде это было до греха прежде чем они согрешили когда они постигали все с помощью разума и все их помыслы были во имя небес то есть в этот момент до греха до того как они съели запретный плод Адам и его жена руководили своей жизни разумом а не влечениями и к половым органам они относились так же как глазам рукам и другим частям тела будет ли человек стыдиться своих рук будет ли он их прятать нет человек использует руки сам скорее всего использует руки самым лучшим образом руками можно открывать книги руками можно перелистывать их страницы руками можно помогать другим правда руками можно и воровать это можно но вместе с тем это еще не превращает руку во что-то постыдное однако же как происходит этот переход мы знаем что в тот момент когда они согрешили Адам и Хава они тут же устыдились и тут же им потребовалась одежда из-за чего это произошло продолжает Рамбан однако когда они склонились к телесным наслаждениям и отвратили помыслы свои от небес то о них уже было сказано и увидели они что они ноги и теперь они уже застыдились это истолковывается следующим образом как это нужно понимать подобно тому как руки достойны уважения и хвалы когда они пишут свиток Торы но заслуживает осуждение если они совершают какое-то преступное действие точно так же и половые органы Адама и его жены до и после того как они согрешили подобно тому как любой орган достоин хвалы и величия когда с его помощью совершается доброе дело но будучи использованным во зло заслуживает того чтобы считаться позорным и уродливым так же произошло и с первым человеком и с его половыми органами все исходит от человека Всевышний создал все самым наилучшим образом почему Адам и его жена не стыдились своей ноготы потому что не видели в ней ничего позорного и ничего постыдного но в тот момент когда они согрешили и с этого момента они уже почувствовали что в них появился ей царара то есть появилось уже влечение и отныне их близость уже диктовалась не разумом а диктовалась уже влечением и стало понятно что при помощи этого можно совершать и грехи вот здесь вот человек устыдился человек стыдится того что считает недостойным себя он не стыдится того что он считает достойным себя но все исходит от человека это не потому что Всевышний создал в человеке что-то что недостойно его что-то что позорно для него что-то что низко для него наоборот все что создал Всевышний оно все ценно оно все совершенно человек уже делает с этим то что он захочет Если Всевышний создал человеку руки, этими руками можно делать самые лучшие вещи. А можно делать и гадости. Можно писать доносы. Можно воровать при помощи рук. А можно писать сэфертура. Можно тфили накладывать. И об этом сказал Шломо. Бог сотворил человека прямым. Они же пускаются во многие ухищрения. Человек по сути своей прямой. По природе своей все замечательно. А откуда же происходит зло? Не из того, что Всевышний сделал. А из того, что человек, используя то, что дал ему Всевышний, может использовать во зло. Зло происходит от самого человека. То есть среди всех частей человеческого тела нет ничего испорченного и уродливого. Так как все премудро, выверено, установлено. Но человек своими греховными поступками приносит уродство в то, в чем изначально не было уродства и изъяна. В чем же тайна близости мужчины и женщины? Тайное знание, на которое я тебе намекаю, состоит в том, что человек причастен... Есть известные понятия хохма, бина и даат. Хохма относится к мужчине. Бина относится к женщине. Бина и тира нетна да иша, так говорят наши мудрецы. А даат, по сути дела, это то, что объединяет познание. Неслучайно сказано, и познал Адам Хаву свою жену, и познал Илькана свою жену Хану. Познание, соединение двух, вот это и есть секрет близости мужчины и женщины. Таким образом, Саити, если оно происходит как подобает, это возвышенное действие. Это великая тайна, тайна керувов, которые были соединены друг с другом, подобно мужчине и женщине. В Иерусалимском храме. Святая святых. Там, где находился ковчег, в нем были скрижали с десятисловием. Святая святых. Ковчег этот был покрыт крышкой, а на крышке были изображения. Керувим. Эти керувим, что представляло собой это изображение? Они были соединены друг с другом, подобно мужчине и женщине. Они выглядели как мужчины и женщины, которые тянутся друг к другу в объятиях. Говорят наши мудрецы. Может быть, чудо. Слова Мирамбана. Если бы в этом было нечто постыдное, то как же повелел господин мира создать их и поместить, не просто создать, а поместить святая святых? И наши мудрецы говорят действительно, что понимать это мало кто понимал. Когда храм был разрушен, то амунитяне и муавитяне, которые участвовали, помогали в качестве вспомогательных отрядов в разрушении храма, бросились в храм святая святых. И когда они увидели, ворвали святилище и увидели, что там находится, то они вытащили кровь наружу и начали смеяться. Вот посмотрите, каковы боги этих людей, и посмотрите, кому эти евреи поклоняются. И они позорили из-за идеи евреев из-за крови. Не понять. Средний человек, обычный, который не имеет отношения к той, для него религия – это одно, это вещь что-то святое, а это все совсем другое. А здесь оказалось в святая святых. И если ты поймешь тайну крови, то тогда ты поймешь слова мудрецов о том, что если человек совокупляется со своей женой в святости, тогда между ними пребывает швина. когда муж и жена находятся в близости, соблюдая все необходимые условия. И когда ими движет не животное влечение, а когда это происходит в действительной святости, то тогда швина находится мертвым. Если же нет, если же то, что влечет здесь человеком, если то, что толкает его здесь, это только желание получать удовольствие, это то, что… Это огонь страсти, то тогда слова «иш» ваиша известны. Основа этих слов «иш» ваиша – «му» – мужчина и женщина, буквы «алев» и «шин». Вместе это «эш» – огонь. Есть там еще дополнительные буквы. Буква «ю» – у мужчины, у женщины – буква «эй». Эти две буквы вместе составляют слово, составляют имя Бога. Тогда, когда все происходит правильно, тогда Бог находится вместе с ними. Если же нет, если же то, что руководит человеком, только желание эгоистическое получить свое удовольствие, тогда Бог здесь не присутствует, и то, что остается, огонь остается. Только пламя. И вот эта тайна высказана нашими мудрецами в словах, это в Талмуде. Трое участвуют в создании человека. Его отец, мать и вместе с ними Всевышний. Если бы физическая близость мужа и жены была чем-то постыдным, позорным, часто нежелательным, Всевышний стал бы в этом участвовать в качестве третьего. Наши мудрецы говорили. Трех ключей Всевышний не передал посланцу. То есть, есть вещи, которые Всевышний, управляя миром, Всевышний делает его через своих посланцев. Есть вещи, которые он не доверяет никому. Одна из них – это беременность. Сказано, как там сказано, и открыл ее чрево. Всевышний не доверил этот вопрос о зарождении новой жизни, которая достигается путем близости мужчины и женщины, никому. А если бы в этом было нечто постыдное, то зачем Всевышний делал бы это сам, а не через посланника, наоборот? Таким образом, слова нечестивого греха не имеют смысла, поскольку если соития совершается во имя Всевышнего, то нет ничего более святого и чистого. Еще раз слова Мирамбана. Если соития совершается во имя Всевышнего, то нет ничего более святого и чистого. Вот мы тебе изложили тайну мироустройства в том, что касается зачатия и оплодотворения. Из того, что Рамбан пишет здесь, понятно, что сказанное им в комментарии к Торе следует понимать чуть шире. В комментарии к Торе он подчеркивает, с точки зрения Торы физическая близость оправдана только продолжением рода. Значит ли это, что физическая близость – это, в общем-то, вещь недостойная? Только что, поскольку нужно продолжение рода, ну, значит, нечего делать, приходится этим заниматься, но только в рамках продолжения рода. Из того, что мы прочитали сейчас в Геррета Кодышевых «Послание о святости Рамбана» подять так невозможно. Да и до этого. Ведь если бы единственным оправданием для физической близости было бы только продолжение рода, то почему бы тогда, в момент, когда это невозможно, не было бы запрет, или хотя бы рекомендации сократить? Я имею в виду конкретно, например, когда жена беременна, или когда жена уже в таком возрасте, что рожать она не может. Разве существует какие-то ограничения в этой жизни? Конечно нет. В чем же здесь тогда смысл? Как Рамбан объяснил, что мужчина и женщина – это две части одного единого целого. И в тот момент, когда они соединяются «Ваяда» – «Адам и Тхиваи» Что здесь есть? Познание как соединение. Тогда, вот в условиях подобного соединения, и когда люди руководятся именно вот этим стремлением соединиться вместе и составить одно единое целое, вот тогда, и именно в таких условиях, и зарождается жизнь. Новая жизнь. Ведь доведем это до абсурда. Если единственная цель физической близости мужчины и женщины – продолжение жизни, так можно было бы устроить продолжение рода без этой близости. Если эта вещь нежелательна, есть другие способы, можно в конечном итоге почковаться или еще каким-нибудь образом. Почему именно через физическую близость? Это, говорит Рамбан, ответ на этот вопрос в Крувим, в тех самых Крувим, которые были на крышке ковчега, в котором хранились скрижали. И изображали они мужчину и женщину, которые тянутся друг к другу. Вот это вот единение двух половинок человеческого существа, оно и является здесь целью близости, в результате которой зарождается новая жизнь. Но если движущим мотивом становится эгоистическое желание получать себе удовольствие через другого и использовать другого для получения своих удовольствий, тогда это действительно может превратиться в низость. Но если это производится все правильно, тогда нет ничего более святого. Но если все делается неправильно, тогда это действительно становится низким. «Соитие мужчины с его женой, если оно осуществляется достойным образом», продолжает Рамбан, «подобно созданию земли и неба». Вот здесь приводят стихи, в которых Тора говорит об этом. «В этом же заключается тайна слов «сделаем человека по образу и подобию нашему». То есть Всевышний тоже участвует в создании человека. От Отца и Матери приходит физическая часть человека, но душу ему дает Всевышний. И это соучастие таково, что от Отца и Матери происходят все части тела, а Всевышний помещает в него душу, как сказано, и вдохнул в ноздри его дыхания жизни. Таким образом, «соитие мужчины с его женой», когда оно совершается подобающим образом, это тайна создания мира. То есть человек становится соучастником Всевышнего сотворения мира. Именно об этом говорили наши мудрецы, что шхена находится вместе с мужем и женой, когда они совокупляются в святости и в чистоте. Но если же они разгорячатся, как мы сказали, тогда шхена удаляется от них и остается только пламя. В этом суть подхода. То есть априори нет здесь чего-то возвышенного или низкого, наоборот. Все зависит от человека. Всевышний дал человеку все необходимые для него средства. И только от человека зависит, что он с ними будет делать. Точно так же, как руки, которые человек может использовать, или свой разум человек может использовать для самых возвышенных вещей и для самых низких, точно так же и эта сфера. Точно так же и сфера интимных отношений между мужчиной и женщиной. она может быть чистой и святой настолько, что нет ничего более святого, чем это. И с другой стороны, она может превратить человека в животное. Она может превратить человека в мартовского кота и еще хуже того. Но все зависит на самом деле только от человека и только от него. Субтитры создавал DimaTorzok